Итак, добро пожаловать на вебинар проекта HR2, основа управления знаниями в компании. Сегодня мы поговорим немножко о том, что такое управление знаниями, что такое система управления знаниями, что такое знания вообще и зачем ими управлять. То есть такой общий обзорный вебинар. Дальше мы в моих планах до июня месяца немножко структурировать его, пойти по этапам. Что делаем на таком этапе, на таком и на таком. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов и сколько вебинаров HR2 проходили. Потому что на данный момент вот статистика, которая у нас есть. То есть 7 стран, больше 60 городов. 131 вебинар проведен уже. 6800 с плюсом человек прошло через наши вебинары. Это те люди, которые приходили к нам вживую. Плюс еще много-много-много тех, кто смотрел записи. Чуть выше в чате находятся ссылки на все страницы, в том числе на канал YouTube, где находится примерно на данный момент 80 записей вебинаров, которые вы можете посмотреть. Почему разница такая между 80 и 130? Ну, потому что мы считаем, что некоторые вебинары шли повторно. Это раз. И там сохранены только последние версии. Что логично на самом деле. Теперь кратко о наших партнерах. Как любой проект, мы стараемся развиваться. Проект у нас не коммерческий. Мы делаем многие вещи бесплатно. Вернее, все вещи мы делаем бесплатно. Поэтому нам нужны партнеры, которые нас продвигают. Круппа компании «Алмаз», частью которой мы являемся. Это HR TV. Канал «Мирополис», благодаря которому мы находимся в этом пространстве, в этом кабинете. И «Джок Макс» и «Карриерист», которые помогают нам тоже двигаться. Как я смотрю, у нас есть представители, ну, как минимум, трех стран. И это очень хорошо. Коллеги, всем здравствуйте. Не знаю, как у вас с погодой, но у нас в Москве проливной дождь. Просто. И на улице какой-то дикий ад. Потому что каналы не справляются с тем, чтобы убирать воду с дороги, с тротуаров. Итак, если вы находитесь в Москве, или если вы находитесь в регионах, в других странах, но планируете приезжать на какие-то конференции, которые будут проводиться в Москве, у нас есть отдельная страничка. Мы в этом году очень плотно сотрудничаем со всеми конференциями в плане информационного партнерства. И просим вас, если планируете что-то, то вот у нас есть скидки от 5 до 15%. Например, завтра будет оценка персонала «Лучшие практики», журнал «Штат» проводит. Я там буду лично присутствовать. Если кто-то будет, то рад увидеться. Соответственно, вот все конференции, это будет в презентации. Презентация будет высвана в Анесса. В общедоступных ресурсах ничего нет. Чтобы вы смотрели на презентацию, не отвлекались никуда. В конце ведется запись вебинара, он будет выложен на YouTube, презентация будет выложена на слайдшер. И вы, как участники вебинара, получите ссылку, чтобы зайти спокойно посмотреть. Если у вас остались какие-то вопросы, и вы не успели что-то записать. Теперь организационные вопросы все. Теперь немножко обо мне. Я стоял у истоков проекта HR-юду совместно с другим партнером, который вышел сейчас из проекта. И на данный момент я управляющий партнером проекта HR-юду. Думаю о том, как его развивать и куда развивать. Также являюсь бизнесом-консультантом группы компании «Омаз». Опыт работы в сфере HR обучения и развития 6 лет. Если смотреть общий бизнес-стаж, то больше 16 лет в разных бизнесах. Начиная от маленькой компании, заканчивая большим таким «Газпромом». Дальше. Одним из таких достижений. Наша команда выиграла чемпионат России по Global Management Challenge. Если кто-то из вас знает об этом соревновании. Это международный чемпионат по управлению бизнесом. Виртуальным бизнесом. Окей. Но я предлагаю двигаться дальше. Значит, все вопросы вы пишите в чат. Я с удовольствием буду на них смотреть и отвечать. Или по ходу, или в конце вебинара. В зависимости от того, насколько вы в контексте сейчас находитесь. Итак. Начнем с вопроса. Хороший вебинар, тренинг и так далее. Начинается с промонетизации. Зачем знаниями нужно управлять вообще? Зачем эта наука появилась? Науч менеджмент, управление знаниями и так далее. Она еще достаточно молода в сравнении с другими. Но вот вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, в чате. Там тремя, четырьмя, пятью словами. Возможно, предложениями. Зачем знаниями, в принципе, нужно управлять? Зачем вообще заниматься этим вопросом? Чтобы не были структурированы и ими удобно было пользоваться. Структуру создать. Чтобы не тратить время. А вы не поверите, сколько времени уходит на структурирование знаний, которые на следующий день устаревают. Через знания управлять успешностью компании. Знания оставались в компании для повышения перспективности использования, чтобы они не ушли вместе с работниками. Да. Все ответы – да. И если там перейти к вообще «отлично, Владимир, круто», нужно определить сначала, что такое знание. Поэтому я… Ну, существует множество определений знаний. Я пошел к людям, которые формально стоят у истоков «knowledge management», управления знаний за рубежом. Это «Дайвинпорт» и «Пруссак». И они определяют в своей книге «Рабочее знание», как организации управляют тем, что они знают. Знания следующим образом. Знания – это сочетание оформленного опыта, ценностей, контекстной информации, взглядов эксперта, либо экспертов, которые дают схему для оценки и объединения нового опыта информации. То есть, они таким образом зашли. То есть, это сочетание того опыта, который у нас есть, формально шаблоны, которые мы создаем, для того, чтобы мы могли оценить и объединять новые опыты и информацию. При этом очень важное дополнение они делают, что в организациях знания не только хранятся или оформлены в документах, но они проявляются в организационных процедурах, процессах, практиках и нормах каких-то. То есть, вот что такое знание. Это то определение, которое нравится мне. Я не знаю, какое определение нравится вам. Если, Владимир, если у вас есть какое-то определение более компактное, то я бы хотел, чтобы вы его написали по возможности, потому что вы человек, который сформулировали этот вопрос, и на мой взгляд, это основополагающее. Что мы поднимаем под знанием? Теперь, после того, как мы разобрали, что такое знание, ну, по крайней мере, давайте примем на данный вебинар, на данный час, что знание – это вот это, да? А дальше мы можем дискутировать по этому вопросу очень и очень долго. Кстати, если кто-то из вас идет 26 февраля на выставку «Наоборот», там есть секция HR.idu, где мы будем обсуждать именно профессиональные сообщества и как они могут влиять на ваше развитие. Стоимость посещения выставки 500 рублей. На мой взгляд, это не очень большие деньги. Если у вас есть возможность, то приходите, вместе пообщаемся, подискутируем, ну, и познакомимся лично. Знание – это способ достижения цели. То есть, вы определяете знание как процесс, через который мы достигаем цели. Окей. Значит, следующий вопрос, который возникает – а что же такое управление знаниями? Управление знаниями – это все-таки процесс, и он бесконечный. Вот на сайте Росатома в открытом доступе находится вот такая картинка «Жизненный цикл знаний». Существует множество интерпретаций. Название выставки – выставка наоборот. Давайте я в чат прямо брошу. Наоборот. Сайт у них очень простой. Наоборот.biz Значит, если вы укажете при регистрации волшебное слово «Chari Do» от нас, то вы можете… ну, там есть у них секция отдельная, где заказчики могут выступать с запросами, и провайдеры сидят там, дают свои комментарии и варианты того, что можно сделать прямо там на выставке. Стоимость участия – 10 тысяч, но для наших участников это бесплатно. Значит, как я уже сказал, Росатом, для которых мы разрабатывали одну из интереснейших игр, которая тоже будет по управлению знаниями представлена наоборот. Значит, вот такая картинка. Существует множество интерпретаций жизненного цикла знаний. Мне нравится вот этот простой, где формально выделены 4 процесса, которая… ну, 4 этапа процесса, что мы делаем со знаниями. Во-первых, мы их выявляем, дальше мы их должны систематизировать, мы их храним, и дальше мы их используем. ВЕФА. Коллеги, у кого еще звук зависает? Поставьте плюс в чат. То есть, чтобы понять, это проблема на моей стороне, или это проблема на стороне конкретного участника. Если все хорошо со звуком, поставьте минус, пожалуйста. У меня все ловко. Хорошо. ВЕФА попробуйте перезагрузить. Можно сделать там F5, либо Shift F5, и перезагрузить через кабинет. Итак, управление знаниями – это деятельность, которая направлена на выявление, систематизацию, хранение и эффективное использование знаний всех сотрудников компании. И очень важно. Вот, например, в Росатоме это немножко детализировано, более глубоко в связи со спецификой их отрасли. И здесь что у нас? Выявление знаний совпадает. Формализация знаний – это есть систематизация. Дальше у них идентификация и защита РИД. РИД – это продукт интеллектуальной деятельности, который мы защищаем. Результаты интеллектуальной деятельности РИД в их аббревиатуре. И они что делают? У них есть уникальные знания, которых нет ни у кого в мире, в принципе. Они получают патенты на эти знания, и дальше у них существует четвертый этап – эффективное использование, которое называется трансфер-технологии. Они это либо продают в качестве услуг, то есть, ребята, мы обладаем патентами, мы к вам приходим и делаем то, что только мы знаем. Или они продают эти патенты, право на пользование этими патентами на рынок. Но это вот большая компания, одна из основных компаний, которые продвигают и ищут инструменты управления знаниями в России. На сегодня, пока в России, только большие крупные компании начинают заниматься, ну, занимаются и продолжают заниматься этим вопросом, а средний и малый бизнес пока только-только начинает смотреть в эту сторону. Значит, запоминаем. Выявление, систематизация, хранение и эффективное использование. Пойдем дальше. Итак, как я уже спрашивал, зачем управлять знаниями? По большому счету, стоят только основные две задачи. Ольга и коллеги, еще раз для всех повторяю, презентация будет выложена, запись будет выложена, вы получите ссылки после вебинара. Формат вебинара чем хорош, то вы можете задать все вопросы, которые вас интересуют. К сожалению, если вы будете просматривать потом, то такой возможности не будет. Значит, первая задача – это повышение эффективности компании. То есть, мы собираем те знания, которые у нас есть, и направляем их на увеличение какого-то производительности, быстродействия, либо снижение затрат. Потому что, например, если, как вы уже правильно написали выше, если, например, сотрудник, обладающий уникальными знаниями, уходит из компании, это резко снижает наше быстродействие, снижает производительность и вообще может привести к краху бизнеса. И вторая задача, которая стоит перед задачей управления знаниями – это развитие инноваций, поиск новых решений, создание новых предприятий, новых бизнес-процессов, создание новых рынков и так далее, и так далее, и так далее. То есть, первая задача – решаем задачи, которые есть в бизнесе сейчас и оптимизируем все, что можно оптимизировать. Вторая задача – это поиск новых вариантов развития бизнеса, поиск новых рынков, продуктов, создание новых идей и так далее, и так далее, и так далее. Коллеги, к вам вопрос. Есть ли что-то, что нужно дополнить? Вот еще какая-то задача стоит, которую я не вижу здесь, которую я искал, с коллегами разговаривал, книжки читал, и ее здесь нет, которая бы не входила в эти две написанные мной задачи. Напишите, пожалуйста, в чате. Или мы можем двигаться дальше. Окей, если кто-то пишет, потом зачитаем. Значит, Якуджика Нанака… Константин! Елена, на мой взгляд, да, это справедливо, да, и в то же время это идет в первую задачу, потому что через обучение способствует повышению эффективности компании, и это использование знаний для роста производительности, да. Игорь, формализация неформализованного опыта. Опять же, можно отнести это, ну, в рамках первой задачи, потому что это является подэтапом. Но спасибо за комментарий. Константин, комментарий такой в формате троллинга, обеспечения рабочими местами некоторого количества сотрудников HR. Да, 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 да. Владимир, я увидел вопрос. Отсылку дам на следующих. Мотивация сотрудников своего рода. Совершенствование процесса. Юлия, смотрите, многие компании, которые начинают внедрять систему управления знаний, сталкиваются с тем, что сотрудники не хотят в этом участвовать. Они демотивированы это делать. Но представьте, у вас сидит сотрудник или руководитель, который обладает уникальным опытом. Соответственно, он, де-факто, у вас неувольняемый. Как только вы к нему приходите с вопросом, уважаемый Александр, давайте мы ваши знания формализуем, опишем их в виде инструкций, методических пособий, шаблонов и так далее. Как вы думаете, какая у него первая реакция? И с этим сталкиваются практически все компании, которые начинают это делать. По моему опыту такой сотрудник первое что скажет, зачем? Я не хочу. Вы хотите меня уволить? Вы хотите меня там еще что-то сделать? И он всячески будет отбиваться от этого максимально. Да, про мотивацию скажу в конце, каким образом. У меня нет на это времени, ну, я не знаю. Он придумает 1835 причин, почему это не нужно делать. Да, поэтому важно сначала говорить про культуру. Про культуру мы тоже там чуть-чуть скажем. Оксана, спасибо. Идем дальше. Но мы об этом тоже проговорим, коллеги, поэтому дальше идем. Значит, смотрите, японец, у японцев вообще много интересных моделей. И Куджико Нанака разработал так называемую спираль знаний. То есть, каким образом неявные знания переходят в явные, и потом они снова переходят в неявные. То есть, цикл вот такой. Да? Первый, вот он выявил четыре этапа. Социализация, экстериоризация, комбинация, интериоризация. И здесь очень важно понимать, на каком этапе находится ваша компания, где вы сейчас находитесь, и куда вам двигаться дальше. Какими инструментами, например. Первое. Социализация. это перенос неявных знаний от одного человека к другому. Вот он, здесь находится. Неявное в неявное. Самый простой пример, если мы копнем это в старые добрые времена, был мастер, у него были подмастерья, которые, находясь рядом с ним, мастер не мог структурно объяснить, что он делает. Сколько ты соли туда кладешь, я не знаю, на глазок. Вот этот подмастерье стоит рядом, и на глазок этот пытается понять, что же это происходит. У кого сейчас в компании таким образом передается опыт? Ну, если не жалко, плюсик поставьте, если можете об этом сказать. То есть, просто наставник работает с учеником, и как-то вот этот ученик понимает, что каким-то образом эта штука вертится. Мы не понимаем, как. И дальше плодится дальше новое поколение мастеров через работу рядом. Следующий этап, который проходит, это экстериализация. Это этап, на котором неявные знания переходят в явные. А у нас и заказчиков так обучают. Цель экстериализации это перенести неявные знания в фиксированную легко понимаемую форму. Ну, например, описать процесс изготовления хлеба. Например, описать процесс взаимодействия с клиентом. Например, описать процесс выписки какого-то документа и так далее, и так далее. Это будут инструкции, это будут методические пособия, это будут какие-то шаблоны, когда вот четко, понятно, делай раз, делай два, делай три, делай четыре, и ты получаешь конкретную инструкцию. Кто сейчас на этом этапе? Когда вы неявные знания переводите в явные знания, в себя, в компании. Есть такие люди у нас. Сама для себя. Да, Ольга, это важно на самом деле. Следующий этап, о котором мы говорили, это интериализация. Когда человек чужие явные знания переводит в неявные знания личного свойства. То есть, если мы перейдем вот сюда, это вот здесь находится, явное в неявное превращается. Самый простой пример, вы берете инструкцию, или там, не знаю, для девушек будет понятно больше, чем для мужчин, наверное, берете рецепт салата, пытаетесь делать по этому рецепту, но все равно у вас получается уникальный салат. Есть такое, у меня он всегда индивидуально получается, и никто не может повторить это дело. или вы берете инструкцию по работе с какой-то программой, работаете по ней, пытаетесь, но все равно делаете немножко по-другому. В тренингах в нашем бизнесе всегда есть, в нашей компании есть сценарий тренинга прописанных, где детально расписано, что, как, почему должен делать тренер на каждом этапе, для того, чтобы получить понятный результат. С приобретением опыта у тренеров у него есть вот эта явная методичка, но, исходя из своего полученного опыта, он может это интерпретировать, какие-то этапы пропускать, но все равно приходить к конечному результату, и все равно какие-то неявные вещи присутствуют. конечно, интерреризация. И последнее, комбинация, это перенос явных знаний в явные, то есть, вот, прямо циклом колба, да, и комбинация, переносит явные знания в явные. Самый простой пример, на этом языке взаимодействует машина, копирование, передача текста без изменений, но как только включается такой элемент в процесс передачи знаний как человек, все равно накладывается неявная составляющая, которая добавляет туда свой опыт, и инструкция там обновляется. Еще раз, вот эти все четыре определения. Социализация, интерреризация, интерреризация и комбинация. Вот, если их программировать там, один, два, три, четыре, скажите, пожалуйста, вы, как компания, вы лично как компания или ваша компания в целом, в которой вы работаете, на каком этапе сейчас находится один социализация, два экстереризация, три интерреризация и четыре комбинация. То есть, у вас все настолько круто, что компьютеры практически делают все задачи и человек в этом мало-мало участвует. Можно, да, это первый вопрос. Между один и два. Два. на всех в разной степени. Один, два, три. Да, два, три. Как вы понимаете, вопрос был немножко с подвохом, потому что мы же все-таки говорим о цикле, да, то есть, мы не можем сказать о спирали, мы не можем сказать, что компания ваша, да, в том числе, поэтому я вижу там людей, которые пишут один, два, три, два, три. Надо смотреть на конкретный функционал и бизнес-процесс. Как ни удивительно, нельзя сказать, что в компании на одном процесс систематизации знаний происходит равномерно. Этого никогда, ну, я не знаю, таких компаний, у которых это происходило в равной степени везде одинаково, что сейчас компания находится на этом этапе, потом на этом, на этом, на этом. Разные части компании, разные бизнес-процессы находятся на разных степенях развития. И поскольку это цикл всегда, это спираль, то она постоянно закручивается, она постоянно вертится, и люди в разных подразделениях находятся на разных этапах. Как только мы попали на комбинацию, то есть, у нас появились инструкции, все хорошо прописано, мы их передали в подразделение туда, то есть, вот комбинация сработанного, явные знания в явные перешли. Дальше появляется человек, который читает это, и переходим на этапе. Это не цикл, это спираль, потому что мы постоянно расширяем знания, да, и смотрите, невозможно сказать, что мы зафиксировали какой-то процесс. Процесс продаж. Формально наша компания работает по каким-то стандартам, которые прописаны. Все, они везде распространены, все люди их получили, то есть, все, мы находимся на этапе Владимир, на мой взгляд, так, я отвечаю по порядку, Игорь, ну, и Владимир, отвечу частично и вам, значит, параллельно. Значит, нельзя сказать, что компания находится на каком-то этапе конкретно. Это цикл постоянно, потому что идут изменения. Был тренер, ну, там, в 90-е годы, который когда-то нас научился и обучал. Как он обучал, никто не понимает, он сам частично не понимает. Дальше произошло следующее. Взяли человека, посадили рядом с ним, он записал, составил скрипт его разговора, нарисовал все схемки, которые он делал, подготовил презентацию, сценарий и так далее, и так далее. Все. Этап экстерилизации. Мы формализовали те знания, которые тренер выдавал. Дальше. Пришел новый тренер, мы ему говорим, смотри, у нас вот этот тренинг вот такой, бери, делай, вот тебе все инструменты, комбинация. Мы перенесли одни знания в другие, скопировали ему все шаблоны, сценарии, презентации и так далее, и так далее. Дальше что происходит? Берешь человек, начинает проводить тренинг, у него есть свой опыт, совершенно уникальный для него, и он начинает этот опыт накладывать на программу. Как вы думаете, что происходит с программой, что происходит с презентацией, что происходит вообще с методами обучения, с упражнениями, которые внутри тренинга? Появляется новый тренинг, абсолютно, который развивает предыдущий опыт. Дальше некоторые вещи у этого человека происходят на этап, опять же, что-то я делаю, я не понимаю, почему так делаю, но у меня получается лучше, чем у вас здесь написано. И дальше, либо этот человек формализует то, что он делает, и у нас появляется новая версия тренинга, новая версия методички, новая версия сценария, и снова пошли дальше по кругу, по спирали, раскручивая, улучшая постоянно. мы сейчас вот прямо утром были на встрече в компании. Оксана, вот я не знаю, что ответить на ваш вопрос. В данный момент я лично, транслируя вам знания, нахожусь на этапе интериализации. я нахожусь на этапе интериализации. То есть я каким-то образом структурировал те знания, какие есть. Вот презентация, которая у меня находится, она находится на уровне комбинации, а я пытаюсь на уровне интериализации рассказать о том, что было. По последнему, когда опыт накладывается на программу интериализации, происходит тогда, когда человек превращает чужие явные знания в неявные знания личного свойства. Отлично. Юлия, если новый обновленный тренинг передается от человека к человеку, все равно мы, как люди, воспринимаем это. У каждого из нас есть такое понятие мировоззрения, парадигма. От Стивена Кови такое слово пошло. Значит, мировоззрение или парадигма, это как человек воспринимает себя, воспринимает мир и свою роль в этом мире. То есть, как мы видим мир и свое место в этом мире. Соответственно, когда человек, любой человек, транслирует, машины же что делают? Есть набор байтов, битов, которые копируются без заменений в набор байтов и битов. когда включается человек, есть набор байтов и битов, которые транслирует один человек, читает текст, в это время сидит со своими шаблонами, ограничениями, расширениями, другой человек, который это принимает, интерпретирует, и как он эти знания понял, насколько достоверно, ну, я уверен на 100%, наверное, что он понял их немножко по-другому. Поэтому даже с коллегами, когда мы обсуждаем какой-то вопрос, мы стараемся сначала вывести определение, что мы понимаем под этим, что мы понимаем под этим, что мы понимаем под этим. У каждого свой уникальный опыт. Поэтому, а сначала идем, базу формируем, дальше двигаемся. Насколько это понятно с циклом знаний? Поставьте плюс в чате, что да, поняли, можем двигаться дальше или ужас-ужас, откуда вы это придумали, выбросьте. Хорошо. Теперь смотрите, мы заговорили выше про корпоративную культуру, про мотивацию и так далее. Для того, чтобы люди хотели и в компании делать, делиться знаниями, да, цикл колба, да, рекомендую тоже познакомиться. Да. Значит, какие элементы в корпоративной культуре должны присутствовать для того, чтобы процесс систематизации управления знаниями проходил легче и люди были более открытыми. Во-первых, вся культура должна транслировать стремление к сотрудничеству. Не к конкуренции, не к завоеванию, то есть вся культура должна настроена быть на win-win. Победа-победа, да, когда мы оба стремимся к сотрудничеству и оба стремимся к тому, чтобы, ну там, как два индивидуума в компании, к тому, чтобы максимально взаимодействовать так, чтобы и я получил пользу, и человек получил пользу. Одно из определений, которые мне нравятся, ну, вернее фразы, которые мне нравятся. Лучше быть источником знаний, чем тупиком информации. Вот, к сожалению, есть люди, которые, которые вот выбрали путь, когда я эксперт, и я с этим знанием не делюсь ни с кем. То есть, ну, в моем понятии это тупик информации, потому что я за экологию, ну, если мы посмотрим в мир, в природу, то мы увидим много уникальных вещей, которые мы, как люди, можем применять, но почему-то не применяем. Значит, смотрите, вот есть озеро, раз, есть озеро два, есть озеро три. Каким-то образом они организовались, вот эти два озера соединены между собой какими-то ручейками, и они живут, да, вот это озеро, оно не структурировано, ну, оно ни с кем не соединено. Что происходит со временем, если взять достаточно долгий промежуток времени, что произойдет с этим озером номер три, обзовем его. вот если в природу смотреть. Высохнет раз, что еще может с ним произойти? Перед тем, как высохнет, что превращается во что чаще всего? Оно заболотится, да, оно постепенно превращается в болото. Зацветет там, красиво запахнет, и так далее, и так далее. Поэтому, когда людям рисуешь вот эту картину, зачем менять, в природе, ну, если мы добавим сюда ручей, сюда ручей, соединение, появятся новые озера, какие-то на промежутках, здесь еще какое-то появится, и так далее, мы получаем множество источников информации, и важно показать, что, ну, не нужно быть болотом, важно, нужно быть озером цветущим, процветающим, потому что, чем больше ты получаешь, и больше отдаешь, это же по циклу идет, да, люди готовы с тобой делиться, тебе что-то отдавать, двигаться дальше. Дальше. И сюда же относится призыв к совместному использованию знаний. Все про то же. Дальше. В компании должно транслироваться через корпоративную культуру важность инноваций и преумножение знаний. То есть, мы должны быть за то, чтобы люди приносили знания и высказывали даже самые дикие идеи по развитию нашего бизнеса. И за это они не должны получать по шапке. Сейчас во многих компаниях практикуется такой элемент, как банк идей. Например, Сбербанк, например, Билайн, например, Лукойл тот же самый. У них есть банки идей, куда люди могут предлагать свои какие-то идеи в изменении бизнес-процессов, в открытии новых бизнесов, которые даже могут способствовать развитию глобальной компании. И дальше. Есть группа экспертов, которые принимают решение, что с этим лучше делать и дают какую-то жизнь. Дальше. Трансляция и стремление к непрерывному обучению и развитию. Я не помню автора цитаты, где-то в нашей рассылке есть это письмо, я найду, наверное, и как-то зацитирую, что автор сказал, что в 21 веке преимущество получат не те люди, которые любят учиться, а те, которые любят забывать, переучиваться и постоянно учиться новому. Которые постоянно говорят, что я не знаю, я хочу знать больше. Они просто один раз получили образование, и как в 20 веке мы на этом образовании живем. Я думаю, что каждый из вас на пример улучшения в бизнес-процессе… Да, отлично, Елена. Дальше. Наличие инструментов и механизм сохранения имеющихся и создания новых знаний. Да, это должно быть. Даже какой-то форум, рабочие группы, странички и так далее, и так далее, они должны быть. Даже сейчас, развивая проект HR2, сейчас у нас в рассылке находится 5400 человек примерно. На странице в Фейсбуке подписан 1800 с чем-то человек. То есть достаточно большое сообщество. У меня вопрос. Мы по большому счету можем стать… Мы открыты всегда. Мы готовы к изменениям, готовы к обмену знаниями. И мы ищем новый инструмент, который мог бы объединить это сообщество в рамках каких-то границ и запустить вот этот процесс обмена знаниями. Это может быть форум, это может быть группа в социальных сетях, это может быть что-то еще. Я пока не понимаю, каким образом это запустить. Какие формализованные операции можно производить со знаниями, сложения, вычитания? Любые, Владимир. Отвечаю на ваш вопрос. Дальше. Продуктивная практика коммуникации. Где-то здесь, в Вики, например, где-то здесь было выше проактивное слушание. Что здесь важно в компании внедрять не просто... Мы люди любим разговаривать. Любой из нас с удовольствием расскажет о своей экспертизе, своем опыте и так далее. И важно научиться не только разговаривать, важно научиться слушать. Потому что все большую ценность приобретают люди, которые умеют слушать. Особенно на уровне продаж. Если продажник умеет слушать, менеджер по продажам, это вообще боец первого фронта. Даже есть правило в продажах. Я его взял у Александра Деревицкого. Был такой автор, к сожалению, ушел из жизни уже. Правило КГБ. Клиент говорит больше. В любом бизнесе для продаж можно это правило задействовать. Поэтому коммуникации важно, чтобы люди владели навыками активного слушания, навыками структурирования того, что сказано, навыками подведения итогов и так далее. Дальше. Вовлеченность сотрудников. Вовлеченность сотрудников есть в конце слайд про мотивацию, каким образом можно мотивировать людей. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Дальше. Знания, как уже сказали выше, и написали, можно разделить на формализованные и неформализованные. При этом правила Парета никто не отменял. 20-80, что 20% знаний в компании, как правило, формализованы и 80% находится просто в головах ваших сотрудников. Кто-то говорит даже о большем соотношении 10-90. Я бы попросил вас такую экспертную оценку изнутри. В вашей компании на вашем уровне знания этой компании и тех процессов, которые есть, напишите, пожалуйста, соотношение формализованных к неформализованным знаниям. исходим из 100% в сумме. То есть, 10-90, 20-80, 30-70. Давайте десятками оперировать. Напишите, пожалуйста, в чате. Оптимистично, 10-90. Папарета. 20-80, Юлия. 20-80. Да, и здесь, коллеги, мы сталкиваемся с уникальной ситуацией. У нас есть много-много знаний, которые оказываются о Елене. Ничего себе. 60-40. Как же посчитать, что в головах. Да. 5-95. Елена, поделитесь своим опытом. Как вы это смогли сделать? 60-40. Это вообще, ну, классно. можно взять у вас даже интервью или напишите статью, если вы хотите. Я приглашаю вас в авторы, в спикеры. Поделитесь своими темами. Екатерина, спасибо. Спасибо. Хорошо. Что делать? Ну, как формализовать знания, те, которые есть в головах сотрудников, и как их посчитать? Ну, по большому счету нужно стараться вот все процессы, которые делают люди, стараться прописать их. Описание бизнес-процессов сделать. Есть такой, ну, понятный процесс формализации знаний, который состоит из вроде бы как понятных шагов, ну, высокого уровня, такого стратегического уровня, который дальше там декомпозируется вниз до конкретных действий. Это описание знания и построение взаимосвязи между имеющимися знаниями, которые описаны. Описание знаний, как можно их описывать? Самый простой способ, который используется во многих ну, компаниях на первых этапах, это наблюдение. Стадится человек рядом с тем, кто делает, особенно это делают люди в HR, когда производится, например, нормирование труда, да? Они нормируют операции, понимают, какие операции делает человек и сколько у него примерно времени это занимается. Занимает. Это тоже описание знания. Дальше. После того, второе, это то есть наблюдение. Второй вариант это интервью, взять интервью. Интервьюирование у меня что-то сегодня не выговаривается. Вот. А когда берется интервью по-определенному. У меня вопрос. Навыки содержат знания или нет? Да ладно. Я уж удивился. Вот есть знания. Большая область того, что мы знали. Прочитали, увидели билборд на стене, кто-то нам что-то сказал, мы знаем. Дальше. Какие-то знания у нас куда переходят? Переходят в умения. Когда мы структурировали это, да, и по инструкции какой-то можем это делать. И следующий этап это навыки. Когда мы уже делаем то, что знаем и умеем автоматически, мы не задумываемся о том, как мы это делаем. И вот на уровне навыка начинается воспроизведение по большому счету новых знаний. Потому что по большому счету вот этот цикл потом переходит сюда. Мы снова получаем навык, делаем что-то по-новому, туда включаются новые операции, которые уже не совпадают с той инструкцией, к которой нам попали. У нас появились новые знания. И снова переводим, формализуем это и так далее. Цикл понеслись опять. Дальше. После того, как мы это описали знания каким-то способом, это отдельно будет. Вебинар посвященный этому. Я не хочу сейчас зацикливаться, потому что за час рассказать обо всем невозможно. Дальше. Мы переносим знания в цифровый формат. Здесь тоже существуют различные подходы, там, ну, на вскидку более 15 вариантов систематизации знаний, перевода их в какой-то формат, в какую-то систему. Там и соответствующие облака, когда мы каждому, каждой области знаний назначаем какой-то тег, да, интернет-языком, какое-то слово, которое однозначно идентифицирует это знание. Дальше структуру какую-то выстраиваем, поиск, методички по работе с этими знаниями и так далее, и так далее. Дальше эти знания хранятся и защищаются, если нужно, каким-то образом обсуждаются, ну, и здесь, по-моему, не хватает еще одного элемента. Я бы здесь добавил еще вот сюда элемент это использование. Потому что хотя формализация на этом заканчивалась. По большому точку. Хорошо, с этим понятно? Плюс поставьте, пожалуйста, в чат, если понятно или нет. теперь смотрите, что дальше происходит. Ну, важно просмотреть источники знаний. Во-первых, это формализация знаний внутри компании и мы как мы не можем быть, компания не может быть закрытой, она постоянно ищет новые знания в извне и их закупает осознанно, неосознанно. Здесь важно понимать. Да, Людмила, отвечаю на ваш вопрос, да. Третий раз уже ответил, класс. Надо где-то на презентации вот здесь внизу написать. Смотрите, есть внутренние источники, которые мы должны формализовать и есть внешние источники, которые мы покупаем. На рынках высоких технологий, на рынках вообще там компаний, которые работают с патентами со всем остальным, очень много знаний закупается извне. Тренинговые программы, которые закупаются в обучении для внутреннего использования, это покупка патента, как правило, какого-то инструмента для внутреннего использования. А право на использование программного обеспечения, все вы работаете с Windows, я не знаю, с офисом и другими программными продуктами, это покупка знаний, инструментов для работы. Это тоже. Закупают людей иногда, когда стартует новый бизнес, иногда проще купить человека с опытом, вместе с его знаниями, с опытом и со всем остальным за большие деньги, чтобы он это сделал, построил быстро внутри вас. Перекупка людей у конкурентов, это тоже работает. И дальше эти знания аккумулируются внутри компании. Но что с ними делать, мы на последующих вебинарах поговорим про формализацию и про все остальное. Дальше. Кроме всех знаний, которые есть внутри компании, важно выделять критически важные знания. Это мы говорим о том же самом правиле Парета, когда внутри компании, о чем говорит правило Парета? 20% ваших усилий приносит 80% результата. 20% ваших клиентов приносят 80% выручки, например, и так далее. 20% ваших сотрудников дают 80% эффективности бизнеса. И так далее. Важно выделять во всей области знаний критически важные знания. Это 20% знаний в компании, которые дают 80% результат, которые влияют на 80% на эффективность деятельности нашей компании. при этом вот определение. Я за то, чтобы определение. То есть критически важные знания это те знания, без которых наша компания в принципе существовать не может, либо будет находиться на грани закрытия. То есть их влияние на бизнес настолько велико, что может привести к неправильным последствиям. Не знаю, вот у меня примеры написаны. Это научные открытия, это система взаимоотношений с клиентами, это уникальное знание и опыт сотрудников. Вот, например, для проекта HR2D в настоящий момент критически важные знания находятся у меня в голове. Как построен бизнес, ну, как построено вообще это сообщество, каким образом происходит отправка писем, каким образом происходит регистрация людей на вебинар, каким образом происходит взаимодействие с клиентами и так далее, и так далее. Сейчас происходит процесс формализации этого все в инструкции и передачи другим людям, но иногда этих людей не хватает, потому что мы же про то, чтобы делиться, и здесь про оплату речь не идет, не все готовы работать за просто за интересы, за развитие, за развитие собственного бренда и сообщества в целом, даже понимая, куда мы идем и как мы будем дальше монетизировать эти все вещи. Поэтому очень важно вот эти критические важные знания отделять от относителя максимально, потому что в настоящем случае я максимально перевожу все в инструкции, для того, чтобы любой человек мог зайти, у Александра Левитаса когда-то был на семинаре, и он сказал, что очень важно в вашем бизнесе писать такие инструкции, так формализовать знания в головах сотрудников, чтобы любой человек, который проходил мимо, и вы его посадили и дали в руку инструкцию, хотя бы на четверочку мог это сделать по пятибалльной системе. Поэтому я сейчас как раз этими занимаюсь, выделяю критически важные знания и их формализую. Скажите, пожалуйста, напишите там, да, если ваша компания знает, что такое критически важные знания и вы занимаетесь их выделением и формализацией, либо нет, если, да, пока нет, мы этим не занимаемся и не думали с этой точки зрения о знаниях нашей компании. Да, нет, плюс, Юлия, это да, то же самое. Нет, начинаем задумываться, Константин, нет, кроме СМК. Отлично, ну то есть есть те, кто думает, есть те, кто не думает. Главное не утонуть в формализации. Да, Александр, потому что можно доформализироваться. Владимир, вы задаете очень точные вопросы под инструменты. Давайте так, сегодня обзорный вебинар, который вот на стратегическом уровне рассказывает там вообще, что такое система управления знаний. Конкретные инструменты мы будем давать в конкретных вебинарах. Так что, прошу оставаться с нами. Отлично, но в любом случае, коллеги, если вы не задумываетесь, то пожалуйста задумывайтесь. Владимир, спасибо. Ну, в чем риск потери критических знаний? Я уже приводил свои примеры, но вы можете там написать в чате свои примеры. Есть примеры компании, я не буду озвучивать. У меня там есть люди, когда уход одного человека рушил компанию. Просто, потому что это был человек, который знал детально все бизнес-процессы, завязал на себя много-много вещей и потом поставил невыполнимые условия для владельца бизнеса и ушел. Бизнес рухнул, потому что никто, кроме него, такими знаниями не обладал. Есть опыты, когда из знакомства, когда человека выкупали такого специального конкурента, бизнес рушился, его увольняли. Просто вот через разрушение бизнеса. да, это не экологичный вариант конкуренции, но каждая компания развивается по спирали. Если кто из вас не читал книгу «Спиральная динамика», я рекомендую найти ее, чтобы понимать, на каком этапе какие инструменты могут применять ваши конкуренты, в том числе и коллеги, например. поэтому риск потери критических знаний очень высок, который он может вести даже до разрушения вашего бизнеса в ноль. Хорошо. Капитализация знаний. Как правильно сказали, если исходить из задач, то знания должны влиять на эффективность компании. Эффективность компании выражается в «Грейвз» автор. «Спиральная динамика», «Динамика Грейвза», можно посмотреть. Вот если вы так наберете, в смысле там слово только «Спиральная динамика» разделить, выражение, два слова, вы скорее всего там в топе, в топ-10 ссылок увидите ссылку на LiveJournal, где просто отличная статья с выжимками. Я сейчас попробую ее найти прямо здесь. с выжимками из этой книги. Ну, навскидку не вижу, но поищите, да, «Спиральная динамика Грейвза». Вот. Там автор, ну, человек прочитал книгу и буквально там, не знаю, на пяти листах А4 изложил основную суть для понимания вам двигаться дальше в книгу или нет, потому что книга, ну, страниц, не знаю, 400-500 примерно. Хорошо. Если мы перейдем к бизнесу и насколько знание важно капитализировать, то, ну, вот сравнение, я, к сожалению, не нашел год по этой статистике, да, когда это было, но капитализация British Petroleum 147 миллиардов долларов, да, и здесь доказаны разведанные запасы углеводородов, то есть, это те нефть, нефть, газ и так далее, которые они могут достать из земли и продать на рынке. Капитализация IBM, то есть, компания, которая когда-то занималась производством, просто, вот она была технической компанией, которая занималась производством компьютеров, серверов и всего, что с этим связано, оборудование в первую очередь. Сейчас основной бизнес с IBM, кто знает, в чем состоит. Зачем мы IBM сейчас деньги зарабатываем? Какой у них продукт? Патенты, оборудование было всегда. Юля, на самом деле, оборудование у них было всегда, но сейчас вес оборудования в заработке все-таки уменьшился. Смотря на рынки, какой страны, да, справедлив вопрос и комментарий, спасибо вам за него. То же самое, если там смотреть общий срез по продуктам, они сейчас основные деньги делают на услугах по внедрению программного обеспечения, либо разворачивание инфраструктуры, плюс на своем оборудовании, либо на другом оборудовании, плюс продают патенты. То есть, это интеллектуальная собственность. И многие вещи, кроме них, сделать никто не может. Огромные дата-центры, они разворачивают достаточно быстро, имеют громадный опыт в разных точках, в разных странах мира. Они знают, как выстроить инфраструктуру большой компании, так, чтобы она работала без проблем. Поэтому их многие привлекают как консультантов в первую очередь. Компания САП Р3, у кого внедрен этот продукт, вы знаете, сколько стоит работа консультантов. Там само программное обеспечение стоит очень дорого, скажем так. работа консультантов по внедрению этого программного обеспечения зачастую составляет 80% от сметы в совокупности. Потому что поставить этот ящик, который стоит, и непонятно, что с ним делать невозможно. Поэтому люди покупают услуги консалтинга и час там стоит достаточно дорого. Поэтому сейчас интеллектуальная экономика и люди зарабатывают на своих знаниях в первую очередь. Хорошо. Теперь смотрите, зачем заниматься СУЗ вообще, если мы говорим о коммерциализации. Значит, каким образом можно осуществлять коммерциализацию? Ну, каким образом? Люди делают что? Защищают результаты интеллектуальной деятельности. Я говорил, что таким путем идет Росатом, например. Дальше они продают товары и услуги, защищенные своими патентами. Например, постройка атомной станции где-то там. Или есть люди, которые получают прибыль от продажи патентов. А есть люди, которые выкупают патент и получают прибыль от того, что они единолично владеют этим патентом. Вот, например, вот этот элемент. В США, например, сейчас там разгорается сильный скандал, что люди придумывали лекарство и запатентовали его, которое поддерживает жизнь людей больных с ПИДом. И стоимость этого лекарства на рынке свободном была, ну не знаю, 30, 40, 50, 80 долларов примерно, до 100 долларов. Потом нашелся человек, который выкупил этот патент и взвинтил стоимость одной единицы этого лекарства до 750 долларов. Более чем в 10 раз. На порядок 10. Соответственно, у сообщества вопрос, коллега, ну, так нельзя, есть же там много людей, которые не могут себе позволить. Он сказал, извините, ребята, бизнес это бизнес, я про деньги, я хочу зарабатывать. Сейчас там с ним пытаются судиться, сообщество настроено против него, но пока вот так. И, соответственно, количество людей, которые могут поддержать свою жизнь, если они больны с ПИДом, резко уменьшилось просто, на порядке. Второй вариант, это вот, это про деньги, да, второй вариант, зачем заниматься СУЗ, если исходить из задач, это повышение эффективности деятельности компании в целом. Во-первых, это позволяет, во-первых, понять, какими знаниями компания обладает и где мы можем оптимизировать наши бизнес-процессы. Потому что я уверен, что даже вы сами, находясь внутри компании, без внешнего взгляда, можете спокойно сказать, что у нас в компании вот это работает не оптимально. Если мы сделаем вот так, то это будет лучше. Дальше. Это создание сообществ внутри компании, которые, опять же, приводят сначала вот сюда, дальше вот сюда. Дальше. Поиски инноваций. Сейчас многие открытия и новые улучшения в бизнесе, в том числе, проводятся на стыке, на стыке областей. Сейчас говорят, ну, не то, что говорят, сейчас есть тренд о миксе, таком очень сильном, о смешении маркетинга и HR. многие инструменты маркетинга уходят в HR и там появляются многие-многие интересные наработки. В некоторых есть компании, которые уже вообще задумываются над тем, а не слить ли нам маркетинги и HR в целом, потому что транслируя вовне, ну, по крайней мере, рекрутинговые какие-то вещи, по поиску сотрудников, потому что трансляция ценностей компании, трансляция продуктов компании, трансляция корпоративной культуры компании, она автоматически привлекает людей, которым интересно работать в этом сообществе, в этой компании. И такой рекрутинг через поиск, поиск многих резюме, он как-то отпадает. Да, Валентина согласен. Да, вот, видите, у нас даже есть человек, который из маркетолога в HR перешел, так что все правильно, все справедливо, все работает. Поэтому это тренд, который будет, будет работать. Теперь, что мотивирует людей заниматься вообще СУЗом, на самом деле. Есть административный ресурс, который мы не должны исключать вообще, не полагаться на то, что человек, осознанное существо, которое с радостью будет делиться тем, что своими уникальными знаниями. Нет. Люди будут защищаться и будут делать это осознанно. Многие. Я не хочу делиться знанием. Поэтому здесь включается административный ресурс, непосредственно распоряжение руководства, знания сдать. И будем делать вот так. Дальше. Люди с удовольствием работают, если они понимают зачем они это делают. Выше был комментарий где-то, главное там не умереть при формализации знаний. Да. И люди с удовольствием будут формализовать знания, если они понимают зачем это нужно. Мы хотим улучшить бизнес-процессы, мы хотим понять. И самое важное, не просто для компании зачем это нужно, а зачем это нужно лично мне. Потому что месяц назад получила такой ажиотажный отклик статья, не помню где она была размещена на виси по-моему точка ру о том как пришел человек в компанию формализовал все процессы и из 50 сотрудников осталось 10. Потому что все остальные оказывается сидели просто ничего не делали. Дальше. У сотрудников должно быть время для того чтобы этим заниматься формализацией. во многих компаниях к сожалению процесс формализации знаний и вообще там участие в сообществах по знаниям вынесено скажем на уровне руководства мнение следующее нам это не очень нужно хочешь занимайся в свободное от работы время. Поэтому опять же про корпоративную культуру говорим где важно это транслировать что ребята для нас это важно и для этого возможно даже выделять какое-то время в течение недели в пятницу два часа мы занимаемся обменом знаний формализации знаний и так далее. Дальше должна быть четкая процедура передачи знаний каким образом это делать. Очень важно вот эта штука если это возможно зависимость карьерного роста от степени вовлеченности есть опыт компании когда выделяли даже статус эксперта внутри компании. то есть есть люди которые не хотят расти вертикально они не хотят вверх они хотят быть руководителями они хотят быть классными экспертами и тогда кроме штатной сетки где у нас не знаю главный специалист первого уровня специалист второго уровня заместитель главного специалиста главный специалист и так далее штатная должность выделяют создается какой-то уровень эксперта эксперт в области закупок эксперт в области обучения эксперт в области бухгалтерского учета эксперт в области МСФО и так далее и так далее и это неформальное признание опыта человека его вовлеченности в передачу знаний и сертификат выдается например сроком на год и человек должен постоянно подтверждать уровень эксперта но пока он эксперт ему возможно какая-то премия платится вот Владимир отвечаю на ваш вопрос Анастасия спасибо за ответы Юлия спасибо за ответы то есть да люди могут платить за это дальше получение вознаграждения Владимир вот отвечает на ваш вопрос да некоторые платят есть компании которые например раз в год рассматривают ну проводят анализ вовлеченности людей которые участвовали в обсуждениях в обмене знаниями и по разработанным критериям они выплачивают премию есть фонд выделенный и в конце он года делится и эти люди получают премию дальше это пиар сотрудников через внутренние конференции через его выступления на внешних каких-то мероприятиях и так далее и так далее ну соответственно статус эксперта это повышение в глазах коллег статуса это наверное все что я хотел сказать сегодня если у вас остались вопросы я готов на них ответить давайте поступим очень просто если у вас есть вопрос поставьте плюс в чат и вопрос пишите а если вопросов нет тогда двигаемся дальше либо вы их можете мне потом по почте отправить отлично значит на этой неделе у нас в четверг игровые модели в работе и чар про ролевые игры будем разговаривать наш эксперт Роман Крылов 25 февраля на следующей неделе мы пригласили коллег из рынка рекрутинга чтобы они рассказали каким образом они ищут самых лучших людей и находят взаимодействие с заказчиками поэтому записывайтесь на вебинары как вы видите никаких продаж и это мы поддерживаем и будем поддерживать просим просто вас посмотреть внимательно и увидеть если вы вдруг 26 свободны приходите наоборот еще раз говорю там будет одна из наших игрушек которую мы по управлению знаниями если вы идете контакты вот они все здесь если вы вдруг готовы понять каким образом это можно применить в вашей компании участие 500 рублей за выставку платишь больше ничего платить не надо у нас будет секция у нас будет еще раз говорю игры демо поэтому приходите и участвуйте дальше вот здесь все ссылки все остальное пожалуйста Владимир ждите все будет Ольга по предыдущему вебинару не пришла да это мой факап будет размещено сегодня завтра вместе с ссылкой отдельно придет письмо по предыдущему вебинару отдельно придет письмо по этому вебинару коллеги Юлия я рад спасибо вам коллеги если вы готовы поддержать проект участвовать в качестве автора спикера готовы просто быть рабочими руками есть вещи которые нужно просто делать ручками иногда времени не хватает вот как разместить материал не хватило мне времени сейчас но я сделаю это постучитесь ко мне скажите я готов хочу буду делать с удовольствием найдем варианты взаимодействия которые будут интересны для вас для нас в том числе мимо финансов поэтому вот контакты стучитесь в социальных сетях делитесь рассказывайте лайкайте постите и так далее кроме того если есть возможность и вам понравился вебинар вы можете сходить на наоборот точка бис и проголосовать за наш проект что мы самые классные новинка лучше этого года спасибо вам что были с нами всего доброго до новых встреч